Уже привычно тон всему конкурсному дню задавал Одинцовский духовой оркестр «Подмосковные вечера» во главе с маэстро Шамилем Насыровым. После такого качественного музыкального напутствия выступать плохо просто невозможно. Тем более, что жюри на этот раз возглавлял замечательный певец, народный артист России Заур Тутов. Это очень важно. И хочу сказать спасибо организаторам, руководству города и района, потому что подобные фестивали, конкурсы, они очень нужны. Особенно в наше очень бурное, неспокойное время, когда интернет вообще захватывает, засасывает особенно всю молодежь и так далее. Почему? Потому что живое, реальное общение, где идет исполнение народных песен, хоровых произведений, понимаете. Знаменитости вообще охотно участвуют в судействе Одинцовских самоцветов. Это не только придает фестивалю дополнительный вес, но и еще раз подчеркивает важность подобных мероприятий. Народное творчество – отличная прививка от безвкусицы. Это эталон, на фоне которого некоторые даже сверхпопулярные исполнители теряют свой лоск и начинают смотреться весьма примитивно. Именно поэтому номинация «Народный академический вокал и вокальное искусство» – одна из наиболее весомых. На Одинцовской сцене выступают любители, которые подчас ничуть не уступают профессионалам. Конечно, попадаются очень сильные коллективы и хоровые, и отдельные солисты, я бы сказал, даже и профессионального такого уровня. Хотя фестиваль называется именно народного творчества, самодеятельного. И порой бывают такие самородки, где сомневаешься, кто же лучше – профессиональный, так дипломированный человек или любитель, который занимается этим всю жизнь, потому что это его потребность в душе. На сегодняшний день участие в фестивале приняло уже более 200 конкурсантов. Пятеро из них были удостоены гран-при, еще 20 получили первые премии. Победителями в номинации «Народный академический вокал» стали семейный фольклорный ансамбль «Слобожане», воспитанник Одинцовской музыкальной школы Владислав Гнездин и солистка ДК «Солнечный» Татьяна Галишова. Следующий конкурсный день пройдет 5 ноября в Центре эстетического воспитания. Номинация «Авторское поэтическое искусство». Петр Горохов, Леонид Бурдин, телекомпания Одинцова.